Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня, как вы видите, снова видео о хоях. Продолжаю показывать своих красоток. И сегодня для показа очередная порция сплэшных серебристых красавиц. Будут как те, кого я уже показывала и кто подрос. Ну и также, конечно, новиночки. Потому что новиночки, наверное, у меня будут всегда. Даже при таком количестве хои, которые на сегодняшний день у меня есть. Ну и в конце я еще покажу вам, что будет, если хои посадить вверх ногами. Если черенок хои поставить, укоренять вверх ногами. Ну, это потом. А сейчас именно обзор. И перед вами, и думаю, многие узнали, красавица AH074 Silver. Вот так она у меня выросла приблизительно за полгода, наверное. С такого маленького подростка, небольшого. Растет нам быстро. Она не капризная. Единственная каприза ее заключается, наверное, в том, что она может зеленеть. Но я уже видела сама, что у девочек она возвращалась в сорт. И поэтому я на данном этапе вообще не трогаю ее. То есть растет себе, растет. То есть, как вы видите, вот листья, у которых больше зеленого. Потом вот выдают листья, у которых меньше зеленого. Как-то так. Вот здесь вообще серебристые листья. В общем, растет как хочет. Меня вполне устраивает. И мне даже наличие зеленых фрагментов на листе нравится больше, чем когда просто серебряные листья. Мне кажется, больше объема, что ли. Листья как-то интереснее выглядят. Более индивидуальные. Каждый со своей окраской. В общем, классная, неприхотливая, быстрорастущая хоя. У меня не цвела, но мне, в принципе, цветение не нужно, потому что это карноза. То есть, в ее предках присутствовала карноза и цветение точно такое же, как у обычной зеленой карнозы. Такого серо-розового цвета, цветочки. Вот такая красота. Сейчас покажу следующих красоток. А это хоя Билбур Грейвс. У меня их два экземпляра. Я пока принесла один. Они, в принципе, наверное, одинаковые размеры и окраса. То есть, очень похожи. Тоже я не трогаю ее. Хоть листья стали не такие сплэшные, как, например, вот эти серебристые. Я не трогаю. По той причине, что она, вслед за вот такими листьями, спокойно может отращивать и абсолютно сплэшные листья. Сейчас покажу пример. Был у меня один побольше экземпляр. Это их хои Билбур Грейвс. И я его срезала. Срезала пару сплэшных узлов. Меня попросили. В общем, на обмен там ушел. А именно плеть с зеленым листом я оставила, укоренила. Все нормально. И вот какой следующий узел. Вы видите, сплэша тут предостаточно. Серебра тут предостаточно. Поэтому я теперь уже спокойно отношусь к таким листикам. Хойка также не капризная. Скорость роста у нее средняя. Единственное, я заметила, что у некоторых девочек Билбур Грейвс имеет какие-то совсем заостренные листики. А моя имеет округлые. А у тех Билбур, так вот этот кончик еще острее. То есть удлиненный листик. Не знаю, с чем это связано. Может освещение. Может какая-то другая разновидность. Другой клон. В общем, Хойка тоже очень красивая. Листик такой некрупный. Глянцевый. Очень-очень красивый. Поэтому рекомендую иметь в коллекции такую красоту. Все. Вот такая Билбур. А это в двух экземплярах моя Хойя Рангсан. Тоже очень яркая. С таким ярким сплэшем на листьях. Все листья прорисованы красиво. И прожилками, и этими пятнышками серебристыми. Не так давно я видела в продаже Рангсан, у которого практически нет сплэша. То есть листья практически зеленые, с маленькими точечками. Не знаю. У моего такого замечено не было, кроме того, когда на него свет не попадает. Вот. Вот этот черенок, этот подросточек, он стоит повернут к свету вот этой стороной. И вот два листика в тени, и на них как-то совсем не проявляется сплэш. Но когда их поставить на свет, я точно знаю, что они из зеленых станут такими же пятнистыми. Это уже не единожды мной проверено. Когда я ставила на укоренение черенки, и там пакетик, ну с черенками, допустим, да, или там коробка, стояла вдали от источника освещения. И реально вот эти пятна, они темнели и становились практически зелеными. Вот эти сплэшные пятна. И как только я потом выносила, ну уже ставила под лампу нормально, все, окрас возвращался. А то, что сейчас продают, даже не знаю, почему такая редкая сплэшность на листьях. И вернется ли она. Поэтому вы имейте в виду, когда будете покупать, что могут быть и такие экземпляры, у которых листья практически зеленые по стоянам. То есть это какое-то другое, возможно, растение, какой-то другой клон. Вообще, хоя очень красивая, как вы видите. Ну это для любителей сплэшных сортов. Не капризная, растет так, умеренно. Не быстро, не совсем медленно, конечно, но и не быстро, в среднем. Еще у меня есть один подросток, такого же размера, но я его пока не трогаю. Он у меня на кончике вот этой веточки, он мне выдал штук 6 цветоносов. И все пытается пыжиться, зацвести, не знаю, что у него получится. Ну если получится, покажу. Ну я очень сильно сомневаюсь, конечно, но было бы, конечно, любопытно посмотреть, как цветет Рангсан в моих условиях. Ну я видела, конечно, в интернете цветочки, нежные такие. Ну хотелось бы у себя дома увидеть. Вот такая Хуэр Ангсан. Простая в уходе и очень даже симпатичная. А эта серебристая красотка называется Серый призрак. Грейхост. Со второй попытки у меня получилось подружиться с этим сортом. Вернее, скорее всего, первый черенок, который был у меня, он от другого клона этого сорта, скажем так. Потому что это был не только мой опыт. У других девочек также было, что укорененный черенок мог сидеть буквально годами и так и не тронуться в рост. Ну он у меня просидел пару лет, а потом уже не выдержала и выбросила. А с этим все было вообще замечательно. Он был укорененный у предыдущей хозяйки. Она мне его любезно укоренила. И это было холодное время года. Он у нее даже немножко подрос. Вот и у меня он продолжил свой рост. И все красиво, замечательно. В общем, как вы видите, тут плетье во все стороны. Растет отлично. Листики очень красивые. Серебристые, зеленым. Немножко вот когда скручиваются, я так подозреваю, это когда я, наверное, косячу с поливом. Когда чуть пересушка, наверное, мне не нравится, и он складывает листики. Почему-то мне так кажется. Вот. Ну, а так в целом, сорт замечательный. Призрак. Сейчас еще есть вот этот Новохост. Но что-то как-то это дороговато. Мне кажется, этот ничем не хуже, но в разы дешевле. Такая красота. Серый призрак. Так, ну а сейчас покажу новиночку. Это Лакуноза Лаос. Full Splash. Надеюсь, правильно произнесла. Значит, ну, Лакуноза вы поняли. И она должна быть полностью вот такая вот сплэшная. Молоденькие листики, они у меня укоренялись так, не сильно на светлом месте. Я надеюсь, что пойдет расти она по сорту. И еще плюс ко всему, она на свету должна загорать. То есть, еще и листья должны стать такими розовыми. Надеюсь, что пойдет расти у меня по сорту. Будет расти быстро и беспроблемно. Потому что не со всеми Лакунозами мне удается дружить. Как-то у меня с ними не очень складывается. Ну да ладно. Надеюсь, этот сорт будет для меня таким покладистым. В общем, красивая Хойка. Относительно, конечно, недавно у меня. Только вот тронулась в рост. Но покажу, как подрастет. Покажу обязательно, что из нее получится. Еще одна сплэшная новинка в моей коллекции. Это Хоя снежный леопард. Сноу леопард. Ну, моих только здесь вот два верхних листа. То есть, вот эти два листа укорененные я не приобрела. Я получила по обмену. А эти выросли у меня. Ну, еще там вот листик новый растет. Ну, не знаю. Пока, ну, сплэш, да, сплэш вижу. Но эта Хоя очень недешевая. И поэтому хочется до конца понять, почему же она такая ценная. Так-то мне она нравится, конечно. Но, наверное, бы покупать я бы ее не стала. По обмену, да. Почему бы нет? Займеть себе новый сорт. Но пока потенциал для меня она не раскрыла. Единственное, могу сказать, что хоть по виду вот она похожа. На ЕПЦ 997. Ну, кто знает, Акута. То на ощупь листья совершенно другие. Вот на ощупь. Да и прожилки вот здесь вот более явные. То есть, она должна, конечно, иметь свои отличия существенные. Из-за чего она такая вот недешевая, скажем так. Ну, посмотрим, когда подрастет, когда раскроет весь свой потенциал. Я обязательно вам покажу, в чем же там прикол снежного леопарда. Красивая, красивая Хоя. Но пока я просто не понимаю, почему она такая дорогая. Вот так вот. Ну, а эта новиночка, я понимаю, почему дорогая. Хотелось мне ее, но только почему-то попадались все черенки, которые я видела, с какими-то покрученными листиками. Это Хоя Корнери. Корнери сплэш. Наверное, или просто Корнери. В общем, Корнери. Купила я укорененный вот этот вот узелок с одним вот этим листиком. И вот она мне выдала мой листик, который мне очень нравится. И сплэш этот нравится. И вот это вот пятнышки такие светло-зеленые. И на ощупь листик нравится. Вот. Надеюсь, теперь она пойдет уже расти достаточно быстро. Один листик тут отвалился, конечно, у меня маленький. У меня такое бывает. Но ничего, надеюсь, теперь все будет у нас хорошо. Уже жара скоро закончится. И все растения, Хоя в том числе, будут чувствовать себя получше. Потому что сейчас, ну, очень жарко. Очень жарко для них. Так что вот такая Корнери. Классная она. Классная. Посмотрим, какая скорость роста, как она себя проявит. Подрастет, обязательно вам покажу. Такая вот. Ну, красоточка. Это Хоя мне однозначно нравится. Это тоже моя новиночка, которую я хотела себе. Хоя Макрофила Сплэш. Она у меня была по Польше. Я ее разрезала на два черенка, чтобы у меня дублик был. И вот верхний лист она мне сразу же после сплэшного выдала вот такой. Ну, я как-то немножко расстроилась, но не стала ее трогать. И потом, вот сейчас, когда я ее снимала для съемки, увидела, что вот новый лист она выдала. Он еще такой мягенький, но он абсолютно сплэшный. По сорту все красиво. Поэтому посмотрим теперь, что дальше будет, если вот этот рост продлится с таким не очень красивым окрасом. Может, я ее и срежу. Вообще, я эту Хою хотела давно. У меня есть там Макрофила Сноу Квейн. Ну, у нее такой маленький такой сплэш. А у этой прям такой классный. Мне хотелось, чтобы прям вот серебро-серебро. Просто на таких круглых листьях, которые вот у этой Макрофилы, они выглядят вот эти вот серебряные... Даже не знаю, серебряная заливка вот эта выглядит особенно эффектно. Ну, это травма на листе была, она стареньком. Ничего страшного. В общем, ой, такой мягенький, прям аж страшно его трогать. В общем, красивая очень хойка. Надеюсь, пойдет теперь быстро расти. И тоже вам покажу скоро, какая она взрослая, красивая. Так интересно потом пересматривать вот свои видео, да? Какая вот была, например, вот эта АХ-074, АХ, правильно, 074. Какая была, вот, Вилбур маленькая, Играйхосты, какие они сейчас стали. Так интересно, прикольно. Так, ну и еще одна хойка, которую я себе ну очень давно хотела. И очень уж она мне нравится. И только со второй попытки у меня получилось немножко подружиться. Надеюсь, что уже все будет хорошо. Это хоя ондулата. Это ондулата с длинным листом. Именно такую я себе хотела. Но получилось так, что... Я даже не знаю. Первый черенок, который я приобрела, вот он все-таки отличается от вот этой ондулаты. Это прям вообще, я прям... У нее лист, это прям такое произведение. Вот я купила вот один укорененный лист, вот этот вот. Вот этот листик, это уже мой. Ну и вот это, соответственно, да, верхушечка такая растет моя. Вот второй, который я... Вернее, первый, который я купила на срез, лист ондулаты. Я допустила грубую ошибку и поставила укоренять в большой стакан, потому что ножка была длинная. И я решила поставить его в большой стакан. Вот, думаю, ну пусть будет объем, как бы, да. Ну, это так делать нельзя, потому что, как я уже говорила, в больших емкостях, ну, большой шанс все-таки залить. Да, и сама же наступила на эти грабли, причем с дорогим растением. Ну, я поздно спохватилась, когда уже спохватилась, думаю, что-то не то, сколько времени она сидит и сидит, сидит и сидит. Был росточек, он потом что-то как-то за... ну, короче, как-то... Ну, плохо стал себя чувствовать. Да, испортился росточек этот. И когда я уже полезла в этот стакан, там было практически все сгнившее. Маленький кусочек стволика остался. Ну, я пока поставила... ну, и не выбросила, конечно, поставила в мох. Ну, пока стоит этот лист. Но он не такой, как этот. Вот, отличается. И там был очень такой сильный загар на листе. Вот прям бордовый он. Ну, если укорениться, то будет метод от 2 хуй. Разные, с длинным листом. Потому что вроде как ондулат вообще штук 5 разных. Вот. Но это прям красивая. Ну, классная такая вообще прям. Такие листья. Вот такая красота. Да. Серебро, конечно, украшает листья. Серебряный окрас. Так, ну и сейчас принесу результат своего эксперимента. Минуточку. Ну, вот, пожалуйста, показываю, что будет, если черенок хуй поставить укоренять вверх ногами. Это макрофилла байбу. Этот черенок я поставила укоренять, ну, наверное, месяца 2 точно тому назад. Потому что точно пару черенков уже укоренились и уже уехали в новые дома. А насчет этого я что-то как-то внимания сразу не обратила. И только спустя, ну, уже, наверное, полтора месяца, после того, как я их уже достала из теплицы, потому что думаю, ну, хорошие корни, что-то меня мучает, да. И я посмотрела сюда и увидела, что вот это колюс, вот, вот это, это нижняя часть стволика. Ну, и плюс еще, как вы видите, лист же вверх ногами прикреплен. Я не знаю, как я умудрилась это сделать, но вот сделала. Вот смотрите, как лист растет, да. И как лист растет, вот, видите, вверх направлен. В общем, короче, это я. Так вот, смотрите, что будет. То есть он укоренился, сами видите. Ого, ого, как! То есть при таких корнях тут уже должен быть росток, и уже, не знаю, новые листья должны пойти. А что, по итогу? А по итогу ничего. Даже, вот, присматриваюсь, нет, даже намека не вижу на то, что там в пазухе чего-то появилось. Так что присмотрите своим черенкам. Если, допустим, они у вас сидят долго, посмотрите, а может, вы вверх ногами посадили. Вообще, у меня такая вот практика такая была, когда черенок с короткой ножкой, да, то я его ставлю плашмя, сажу, как бы, на грунт вот так вот. И тогда, да, все нормально, он укореняется и начинает растить новые листики. Но вот такого у меня еще не было. Я не думала, что такое может вообще быть, и он реально не дает рост. Вот, почему, казалось бы, тоже корни, вот пустил корни, все, а роста нет. Мне кажется, если бы я его потом вот так вот бы положила, подсыпала сюда бы у грунта, может бы рост и пошел, но уже все, хватит, хватит экспериментов. Я уже хочу его просто достать и перевернуть нормально, и пусть уже трогается в рост. То, что место занимает так долго, сидит без движения, мне такое не подходит. Ну вот, будете знать, что будет. Будет сидеть вот так вот больше двух месяцев и не алло. Все. Ну, еще раз общий план моих сплэшных красоток. Я их всех обожаю. Иногда так подойду, так любуюсь. Что, какое выросло, какой листик. Вот, более сплэшный, менее сплэшный. Вот этот пропустила, конечно. Ну, он достаточно быстро вырос. Вообще, он мягенький, я же говорю, еще не вызревший. Тут тоже красота такая. Да все они классные. Вообще, не знаю, меня когда спрашивают, какие вот посоветуйте красивые хои. Ну, для меня они все красивые. У каждого свой вкус. Наверное, если бы мне какие-то хои не нравились, я бы не собирала уже больше ста сортов. Вот такая красота. Ну, все, вроде все рассказала, все показала, что хотела сегодня. А вам всем огромное спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки. Очень мне приятно вот эта обратная связь. Вообще, приятно, что вам мои видео и полезны, и только интересны. В общем, все. Всем огромное спасибо. До встречи в новом видео. Пока.